В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В развлекательном центре «Бегемот» бабушка, которая вышла с внуками на прогулку, ушла не только с испорченным настроением, но и с переломом позвоночника. В Карагандинской области продолжается акция легализации имущества. По состоянию на 15 мая доход от легализованного имущества составил более 6 миллиардов тенге. В сельских школах нашей области не хватает учителей математики и английского языка. Как чиновники планируют решить эту проблему, вы узнаете далее. Имеется дефицит педагогических кадров. На сегодняшний день в педагогах малокомплектные школы составляют более 200 тысяч человек. В основном это педагоги естественно-математического цикла и английского языка. Пострадавшая карагандинка пытается доказать свою правоту. Несчастный случай произошел в одном из карагандинских развлекательных центров. Чем закончится эта история и как она началась в следующем сюжете. Альбина Ахмадулина вместе с членами своей семьи решила провести один из выходных майских дней в развлекательном центре «Бегемот». Вместе с мужем, двумя маленькими детьми и своей бабушкой семья планировала весело провести время. Однако все обернулось вовсе не так, как хотелось. Спускаясь по лестнице, бабушка Альбины упала. Спустились, у них крутая лестница, по технике безопасности не стоят никакие знаки, предупреждающие, что крутая лестница. Узкие ступеньки очень, темное освещение. Там перил ничего нет, она не удержалась, упала с этой лестницы. По происшествию нам не помогли ни охрана, ни администратора, ни поднять ее, ни воды не предложили, ни скорую не вызвали. Сразу после падения бабушку Альбины отвезли в больницу с компрессионным переломом позвоночника со смещением. Лежит в лежачем положении, абсолютно не вставать, ничего нельзя. Извинений так и не последовало со стороны администрации. Я дождалась на месте сотрудников полиции. Мы долго ждали еще администратора полчаса, пока она ходила, своими делами занималась. Извинений от администрации, по словам Альбины, так и не поступило. Карагандинка жалуется на неподобающее отношение администратора данного заведения к ее семье. Мы попытались взять комментарий в развлекательном центре. Отходил следователь, он сказал, что это не обосновленное заявление, потому что это заявление было написано, но конкретно что она сказала, про бабушку вообще нет, чьих заявлений нет, насколько я знаю. Он должен быть с ним подойтись, следователь не показать, ознакомить нас с материалами дела. Все. Никаких комментариев вы же говорите. Внучка пострадавшей на этом останавливаться не намерена, уже собирает документы в суд. Остается надеяться, что больше подобных несчастных случаев в развлекательном центре «Бегемот» не произойдет. Екатерина Афанасьева, Исламбекас, Пан Александр Церекидзе. Первый Карагандинский. В Карагандинской области открыт единственный в республике ситуационный центр. Центр представляет собой программный комплекс, который в режиме реального времени предоставляет информацию о состоянии системы здравоохранения, сообщает о сложных и критических ситуациях, тем самым позволяя оперативно решать возникающие проблемы. Подробности далее. Центр позволит медикам улучшить качество оказываемых услуг и поможет получать полную достоверную и оперативную информацию по загруженности поликлиник и больниц. Эффективность работы каждой организации будет оцениваться на основе индикаторной системы. Оценка будет проводиться по нескольким индикаторам. Информация о медицинских учреждениях будет поступать в центр постоянно. Программа позволяет посмотреть, где самые большие очереди по поликлиникам, в разрезе каких специальностей это идет, и в дальнейшем мы принимаем управленческие меры. Мы выезжаем, наша мониторинговая группа ситуационного центра выезжает по поликлиникам, рассматривает эти вопросы. Сегодня в новом центре побывал Аким области Нурмухамбет Абдебеков. Он один из первых ознакомился с оснащенностью центра. Работа специалиста вызвала одобрение угловой региона. Я считаю, двигаться вперед надо. Мы не должны в этом деле отсталать, тем более, что весь мир так живет. И думаю, что за этим хорошие перспективы будущие есть. Ее надо развивать дальше. Сотрудники управления здравоохранения уверены в успехе сервисного центра. С его помощью медики планируют избавиться от больших очередей в больницах. Айя Мамрина Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Карагандинской области продолжается акция легализации имущества. По состоянию на 15 мая доход от легализованного имущества составил более 6 миллиардов тенге. Наибольшую активность в этой работе проявляют Караганда – 202 миллиарда тенге, Жизказган – 280,5 миллиона тенге, а также Темиртау – 422 миллиона тенге. Первый заместитель Акима области Асулбек Дюсибаев ознакомился со списком активистов и пассивных регионов. При Акиматах городов и районов созданные работают 18 комиссий по легализации имущества и 21 пункт по приему заявлений. Органы государственных доходов приняли 40 специальных деклараций по легализации денег на общую сумму более 10 миллионов тенге. Но некоторые районы до сих пор проявляют пассивность. От них не поступило ни одного заявления. Это Абайский, Актагайский районы, город Каражал, Каркаролинский район, Нуринский район, Приозерск, Улутаусский район, Ишетский район. За вышеуказанный период не легализовали имущество. Анализ показывает, что с начала текущего года в данных регионах, за исключением Нуринского, не поступило ни одного заявления на легализацию имущества. По Нуринскому району поступило два заявления, одно возвращено, одно на рассмотрение. С 2017 года гражданам придется декларировать свои доходы и расходы. Помимо прочего, декларированию будет подлежать имущество, находящееся за рубежом. Асубек Дюсебаев призвал чиновников работать активнее и начать Новый год с чистого листа. С 2017 года с чистого листа должны быть другая возможность легализоваться. Как по денежным средствам, как по объектам каким-то, уже не будет. Также он поручил ввести пропаганду легализации через СМИ. Срок окончания легализации – конец текущего года. Аэмамрина Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В сельских школах нашей области не хватает учителей математики и английского языка. Об этом сообщил руководитель управления образования региона Асхат Аймаганбетов на совещании в областном Акимате. Также он отметил, что к сельским относятся более 46% школ. В них обучаются более 15 тысяч детей, или 9% от общего контингента школьников, и преподают 4117 учителей. За последние три года ситуация в сельском образовании улучшилась. Однако педагогические кадры там не задерживаются. Совсем недавно введены в эксплуатацию две общеобразовательные школы и два детских сада. Число аварийных школ, расположенных на селе, сократилось с 1,5 до 0,3%. В этом году завершается строительство еще трех школ в селах Бетбылак Лутаусского района, Курма-Абайского района и имени Жумажанова Жанаркинского района. Кроме того, проведен капитальный ремонт 11 школ на сумму 458 миллионов тенге. Более 75% сельских школ имеют доступ к интернету. Но, несмотря на все улучшения, есть нехватка кадров, особенно в малокомплектных школах. Еще одна проблема – низкое качество знаний по сравнению с городскими школами. Это можно наблюдать по количеству поступающих на грант. Если в селе на бюджет поступило всего 27 выпускников, то городские школьники завоевывают в два раза больше грантов. Для решения этих проблем управлением образования проведен ряд работ, например, наставничество. За областными специализированными школами для одаренных детей закреплены сельские районы. Уже второй год идет аппровация новой формы повышения профессионального уровня педагогов через организацию работы школы повышения предметной компетентности учителя. Небольшое количество классов комплектов определяет невысокую нагрузку учителей-предметников и, как следствие, отсутствие возможности привлечь к извести по каждому предмету, обеспечить их достаточной нагрузкой. Поэтому в малокомплектных школах, как правило, один учитель ведет несколько предметов, что, естественно, отрицательно сказывается также и на качестве изучения. Наибольшее число педагогов, работающих в местах, не по специальности отличаются по согласному данному. Имеется и дефицит педагогических кадров. На сегодняшний день в большинстве педагогов в малокомплектных школах составляет более 200 человек. В основном это педагоги естественно-математического цикла и английского языка. Однако в ближайшей перспективе эти вакансии полностью заполнить невозможно, в связи с тем, что недостаточная нагрузка. И здесь для нас главной задачей является поле предметности именно наших педагогов. И мы тех педагогов, которые есть, будем и на следующей неделе готовить поле предметности получения квалификации. Акимобластью Нурмухамбет Абдибеков поручил решить проблему с нехваткой кадров, улучшить качество интернета и оснащенности компьютерами сельских школ. В течение четырех лет в регионе планируется продолжить реформирование малокомплектных школ, решить проблему нехватки квалифицированных педагогических кадров, обеспечить школы качественным высокоскоростным интернетом. Также в планах чиновников создать передвижные группы для проведения учебных занятий по предметам, которые не ведутся из-за отсутствия необходимых учителей. Аймавлина Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наша работа заключается в объяснении предпринимателям их ошибок, ведь на проверки и наказания действует мораторий президента, а компании-переводчики действительно не проверяются. В ходе рейда было проверено пять магазинов. Владельцам вручили предписания для устранения ошибок. Более действенные меры возможны при общественном резонансе. Тогда об ошибках доложат прокуратуру. Рейд продлится до 18 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Шахтинске вынесли приговор убийцам ветерана Великой Отечественной войны Виктора Фололеева. Из материалов дела следует, что подсудимые нанесли 89-летнему ветерану множество ударов, разбили челюсть и переломали ребра. Преступники вошли в доверие к ветерану, позвонив в домофон и представившись знакомыми его внука. А когда ветеран открыл им дверь, они до смерти забили пенсионера. Добычей преступников стала пенсия в 47 тысяч тенге и продукты. Его тело обнаружили через 10 часов после смерти. На теле не было живого места. Медицинская экспертиза установила, что у ветерана была оторвана почка. Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Фололеев был призван в ряды Красной армии в 17 лет. Он принимал участие в боевых действиях на Дальнем Востоке. Его убийство вызвало широкий общественный резонанс. Вскоре после его смерти полицейские задержали преступников. Они настаивали на том, что убили ветерана, пытаясь защититься. Однако родные убитого в это не верили. Судья приговорила одного из них к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, а второму фигуранту назначили ограничение свободы сроком на 5 лет 6 месяцев. Гражданский иск представителя потерпевшего Копылевой удовлетворен. СПАК в пользу Копылевой взыскан материальный ущерб в сумме 181 250 тенге и моральный вред в сумме 1 миллиона тенге. Полицейские Карагандинской области разыскивают водителя автомобиля с шашечками такси из Тимиртау, который едва не задавил прохожих. Видео инцидента появилось в интернете. На кадрах запечатлен автомобиль Volkswagen, который заехал по лестнице на крыльцо одного из зданий, а затем скатился вниз. Развернувшись, автомобиль приостановился. К нему подбежали люди и попытались вытащить водителя из салона. Однако он смог вырваться и снова сел за руль. Затем, набрав скорость, попытался наехать на людей, стоящих неподалеку. Люди, в числе которых были и дети, бросились в рассыпную, а автомобиль врезался в здание. В ДВД области пояснили, сотрудники работают и проверяют видео. Специалисты устанавливают государственные номера автомобиля. И если видео окажется действительно свежим, водитель понесет наказание. К другим новостям. В Каркаролинском государственном национальном природном парке департаментом ПАЧС Карагандинской области под председательством заместителя Акима Карагандинской области Андрея Ляпунова проведено территориальное пожарно-тактическое учение по тушению природного пожара. До начала учения было проведено совещание с заслушиванием докладов руководителей на тему о готовности органов управления сил и средств области к пожароопасному периоду. Учения проводились с целью отработки действий должностных лиц районного городского Акимата, Акимов сельских округов и населенных пунктов по проверке полученной информации с выездом к месту возможного горения, оперативного привлечения к тушению пожара сил и средств ДПФ, совершенствования практических навыков по организации и руководству тушением пожара. По результатам учения комплексной комиссии была дана положительная оценка готовности служб района. Такое учение проводится в Каркаролинском районе не в последний раз. Надеемся, что учения помогут избежать и предотвратить чрезвычайные ситуации различного характера. Не случайно мы проводим учения именно в этом регионе, так как здесь сегодня следует очень большой лесной массив. Открытая тренировка по смешанным боевым единоборствам прошла в Караганде. Участие в ней принимали не обычные спортсмены, а те, кто ответственен за нашу безопасность – полицейские. На мастер-классе побывала и наша съемочная группа. Министерство внутренних дел поставило ряд задач, направленных на поднятие имиджа полицейского Республики Казахстан и укрепление доверия населения. Двигаясь к цели, в стенах спортивного зала «Динамо» прошел мастер-класс для сотрудников местной полиции совместно с представителями Карагандинской Федерации смешанных единоборств ММА. Все полицейские как один вышли на борцовский ковер и отрабатывали приемы смешанных боевых единоборств. Сейчас было проведено совместное спортивное занятие «Мастер-класс» с представителями Карагандинской Федерации ММА смешанных единоборств. Современный полицейский должен не только знать нормативно-правовые акты, но и быть физически развитым. Одно появление полицейского в обществе должно вызывать у граждан Республики Казахстан чувство защищенности. Участие в тренировке приняли около 50 представителей административного полка нашего города. Тренер показал приемы, которые понадобятся блюстителям порядка при использовании должностных обязанностей в случае неповиновения или экстренного задержания, нанеся злоумышленнику минимальный ущерб для здоровья. Всему этому полицейских обучает старший тренер Карагандинской области и руководитель клуба «Топ-тим ММА Караганда» Самат Кажахметов. Боевое смешанное единоборство ММА является относительно молодым видом спорта. Официально аккредитованная федерация. Мы в течение трех лет сборная Республики Казахстан, в которую входят ребята-представители Карагандинской области, занимает лидирующее место в Азии, третий год подряд занимает первое место в азиатском дивизионе. И на мировом пространстве, то есть второе общекомандное место по итогам чемпионатов мира. Напомним, что подобный мастер-класс впервые проводился Сериком Сапиевым около месяца назад. Организаторы планируют и дальше проводить такие тренировки. Екатерина Афанасьева, Жак Сулык-Нуртай, Александр Церикедзе. Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Увидимся в эфире Аман Салболмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова